Свободу! Свободу! Я считаю, что это заказное дело. И инициаторами мы были те, о ком мы говорили в 2003 году. Именно коррупционеры Боковыцкого района и Грозненского района. Действительно, наши слова подтвердились уже, как время показало, что и Савченко ушел в свои поста, и Хатько, который создавал следственную группу Грозненской области, возбуждавшую против нас уголовного дела, которое вело следствие. А что отбывается сейчас у Ковыцкого? Сейчас я не знаю, чрезвычайно с кем не беседовал, у меня просто не было времени. Я был и с родными, и общался с журналистами. А с кем-нибудь из народа поговорить я физически не мог просто. Я думаю, что сейчас время будет, я узнаю. Там вас сменилось полностью. Единственное, тот человек, о котором мы говорили в 2003 году, еще работает. Что очень удивительно. Тем более, что факты того, что он совершил в чек преступления, были доказаны следствием, которое ввел тоже милиционер Козлов, который сидел с нами по скаме посудимых. Поэтому для нас было удивительно узнать, что этот человек еще работает. У судей было уражение, что у Лада, вернее, забоялось, что вы, Атукович, станете такими народными заступниками, Робин Гудами. Были такие помкнения у вас? Ну, конечно, потому что, когда Атукович баллотировался в депутаты, в палату представителей, очень много людей к нам пришло со своими проблемами, с наборевшими вопросами, а не в исполком, допустим. Рассказывали нам о таких вещах, о которых можно было, ну, волосы, можно сказать, вставали. О таких коррупционных явлениях и фактах Украинского района и Гродненской области, что мы не смогли не записать, не могли не записать все это и не передать в администрацию президента и в генеральную прокуратуру. К нами было отправлено открытое письмо президенту, конкретно фамилию, конкретно факт совершенного им преступления, но получена была отписка о том, что все эти материалы отправлены на рассмотрение в Гродненскую область. Ну, вы сами понимаете, что там все и исчезло, и ничего принято не было. А какого отказа президента вы чекали? Ну, то, что будет назначена какая-то группа, приедет к нам, будет с нами беседовать, перепроверять эти факты. Здесь мы же не голословно все это, а доставали каких-то документов. Чему, на вашу думку, президент так не отказал? Ну, вопрос понятный, в принципе, и ответ понятен. Потому что, если говорить о коррупции, то коррупционные в большинстве очень нужны, а не один-два. А это было бы подрыв авторитета власти и так далее. Я так считаю лично. В интернете пишут, что рыба гниет с головы, да? Ну, вот, другим с нами, да, действительно. Но, понимаете, надо, конечно, дождаться Николая, и мы с ним дальше будем продолжать в том случае правозащитную свою деятельность. Будем помогать простым людям и выявлять такие вот негативные факты и оглашать их. Я очень горжусь ей.